сегодняшний урок в понедельной главе торы китово основан на сихе беседе любавического ребе посвящена 18 иллула это хай иллул это большой хасидский праздник связаны с днем рождением двух великих людей это основателя хасидизма рабе израиля большим товар и основатели движения хаббат алтер-ребе адмур закен шнер-залман шнерсон шнеури его фамилия была и это вот этой замечательной книге и называется беседа рождение служение творцу итак 18 иллула это день рождения двух великих светил 18 иллула 5458 года 5458 это был 1698 год родился большим тов а 18 иллула пять тысяч пятьсот пятого года 1745 года родился алтер-ребе в нескольких местах в комментариях мудрецов сказано что день рождения праведника это время радости например по поводу рождения ицхака мы находим в медраше что причина по которой была задержана постройка мишкана до первого нисана то есть переносной храм который в пустыне строился когда евреи бродили по пустыне в том что всевышний решил объединить радость мишкана с радостью дня когда родился наш праотец ицхак ведь он родился первого нисана сказал всевышний вот я смешиваю вашу радость чтобы одна причина радости была вместе с другой однако нужно сказать что празднование дня рождения имеет особый смысл именно в отношении восемнадцатого иллула дня рождения бал шемтова основателя хасидизма в целом и алта-ребе основатель хасидизма хаббат как мы объясним они ввели в народ израиля понятие дня рождения я такое сравнение слышал тоже от что бал шемтов дал людям лестницу чтобы подняться а алта-ребе показал как по этой лестнице подниматься научил как подниматься начнем наше объяснение с вопроса когда рождается ребенок все очень радуются и празднует его рождение на первый взгляд это странно ведь до того как ребенок родился еще в животе матери ему было гораздо лучше он не должен был трудиться чтобы получать пищу и питье он был защищен от любых опасностей и тому подобное когда же мы появились появляется на свет требуется особые усилия чтобы накормить и напоить его ребенок обычно страдает и плачет и вообще уже не находится пока под какой или под такой защитой как раньше да то есть вопрос да ребенок рождается все радуются а на самом деле для ребенка это стресс он там был у мамы в животике тепло поглаживали все время под защитой и покушать все хорошо и спокойно в животе и тут он выходит выходит и плачет плачет а все радуются тоже есть ответ почему плачет потому что когда малахин закрыли ему дали дали куда я не скажу я знаю вот так пока он все забыл удар он все забыл да и он вышел и ищет их он забыл он ищет где же они он начинает плакать они его оставили дальше он должен все делать малахим у него два и он и слушал 9 месяцев он все слышал какие праздники как он должен себя вести как он был расти так далее он выходит он плачет интересно с моим сыном этого неба он не плакал все врачи удивились почему он не двигает почему не плачет я пошел его мыть но чудо 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 он вырос и все я с ним всю дорогу когда я ходил когда были покупали билет я все время ему говорю ты про это все рабины хотят со мной познакомиться с израиля мы хотим чтобы у нас был такой ребенок почему он два раза перепрыгнул класс и единственный последний раз он хочет до конца там учиться и так и так он плачет хотя вот он родился вон плачет а все радуются в духовном плане тоже самое когда ребенок находится в животе матери говорит мара трактат не до что свеча горит над его головой он видит все от одного конца мира до другого и его обучают всей торе а как только он выходит в мир приходит ангелы бьет его по губам и от этого он забывает все тору получается что для ребенка рождение это самый большой спуск чему же тут радоваться ответ прост когда зародыш находится в животе матери хотя у него есть там все самое лучшее как материальным так и в духовном все же это еще не настоящая жизнь он еще лишь часть матери как сказали мудрецы зародыш это бог бедро матери даже тора который он учит он не трудится на дни а его обучают то есть он сам абсолютно пассивен когда же он приходит в этот мир и начинает расти ему действительно ради всего приходится прилагать усилия и достижение чего-либо требует больше времени однако его достижение по-настоящему его и остается с ним навсегда то есть поработал заработал и заслужил служение всевышнему тоже существует два состояния до рождения после рождения бывает что еврей исполняет заповеди учит тору даже на высоком уровне однако он ощущает что это не его как зародыш до рождения он исполняет все но все это лишь из страха наказания и тому подобное таково было состояние многих евреев до появления хасидского учения посредством учения хасидизма болшемтов и алтар-ребе влили жизненную силу и радость во все что было связано с торой заповеди до такой степени что каждый еврей смог почувствовать что торы и заповеди живые они его и он сам тянется к их исполнению как ребенок после рождения другими словами они внесли еврейский народ суть дня рождения раскрытие учения хасидизма это подготовка к вступлению и вступление гюля к освобождению как сказано было знаменитой истории об алшемтове и машиихи когда об алшемтов спросил машииха когда придет господин мой а тот ответил когда твои источники и зальются наружу полное совершенное рождение еврейского народа произойдет в действительности при будущей гюле когда будет освобождение когда придет машин как сказал пророк и шая кто слыхал кто слыхал о подобном кто увидел такое содрогается содрогается ли в схватках страна в тот же день что зачала рождается ли целый народ за одно мгновение так содрогнулась и сразу же родила ци он сыновей свои да будет на то воле всевышнего чтобы это произошло прямо сейчас говорит рэба чтобы пришел на шеях чтобы мы увидели и чтобы мы возрадовались и сказано что такой радости как придет машин когда придет машин еще люди не ощущали не переживали не видели не слышали здесь да он уже здесь и естественно наша задача раскрыть в нашей душе машин это ощущение чтобы мы приготовили мир приходу машин чтобы сделать все наилучшим образом исполнить свою миссию с божьей помощью чтобы здесь было так в нашем мире чтобы всевышний чувствовал себя как как называется шесть или семь лет